Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 806. События дня. Эпиграф. Псалом 33, 19. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренный духом спасет. Это за 27 февраля 2018 года. И вот тут в помощь, как бы, эпиграф оставляю уже позади. Притча 22, 10. Прогони кощунника и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Прогони, да как? Никак прогони, и все, потому что он неисправимый, ничего не сделать. И далее. Иисус Новин, 11, 20. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое, и войною встречали Израиля. Для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования. Но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Вот они для того восстали, для того кружатся вокруг, поносят, анафиями предали. Для чего? Господь говорит, чтобы добрали до конца, и тогда видно было, что они уже проклятые. И не будет им помилования, не будет. Потому что они самая злобная, хитрая, измена, считай, первая глава к римлянам. Какие люди будут неблагодарны, немилостивы, жестокие. Вот это все слепилось. 1 Иоанна 3, 9. Всякий рожден от Бога не делает греха, потому что семь его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Ну, православная разве примут это? Не может грешить. Да как не может? Тут без греха дня не проживем. Мы же молитвы считаем-то. А с грешной, я костиния в колу лежит, покаянный канон. А Иоанн говорит, что рожден от Бога не делает греха. А почему? Потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить. Ну, православный, скажи священнику, скажи, ну, написано, ну, бросьте вы, что вы. Ну, Иоанна написано, ну, что Иоанн говорил, с похмелья или что? Как он мог это сказать? Не может грешить. Ну, как не может? Кто не может, когда ребенок уже везде все делает не так? А вчера выставил Василий вот эти места. Новый Василий назвал я его. Блаженный Феофилат, всяк, кто делает грех, потому что грешит, есть от дьявола. И называется сыном дьявола, как апостол Павел сказал Елиме. Сын дьявола, перестанешь ли ты, совращаясь с прямых путей Господних? Деяние 13.10. Очевидно, и тот, кто рожден от Бога, будучи сыном Божиим, не грешит, потому что семя его Божие, то есть, или Дух, который мы получили через дар, которого удостоились, и который, пребывая в нас, соделывает ум наш, не допускающим греха, или же сам Христос, который, обитая в верующих, соделывает их сынами Божиими, как и сам Христос в семени Авраама есть сын Авраамов. Матфея 1.1. И в семени Авраама сказано, то есть во Христе, благословлятся народы. Бытие 12 глава 3 стих и Галатам 3 глава 16 стих. Вот какое объяснение дает, что не может, не может, потому что семя его в нем пребывает, семя это и род дает. А здесь, что попало, человек говорит, и к нему присоединяются кто? А Христос на это и сказал, Евангелие Тиана 84, 44, отец ваш дьявол. Тут прямо написано, кто грешит от Бога, от кого, кто грешит от Бога, а кто грешит от дьявола, его семя пребывает там. Объяснение Златоуста. Всякий раз, когда, как мы грешим, мы рождаемся от дьявола, а всякий раз, как совершаем добродетель, рождаемся от Бога, потому что семя его пребывает в нем. Вот тогда вопрос, это рождение не то, что там раз, когда ты родился свыше, а именно ты на дню можешь несколько раз встать. Вот когда говорят периоды, церкви, там в откровении семь церквей, это никакие не периоды, это состояние. Семенем называют Духа, Которого мы получаем через крещение, и Который, пребывая в нас, делает ум наш, не допускающим греха. Если же кто не родится от Бога, тот и не получает Духа Святого. Вот и все, он все время злобится, что ты недоволен, своего ничего нету, нету. Сегодня какой-то зашел Роман, малыш, не знаю, этот или под его именем, как твои дела, его спрашивают, он говорит, рога и копыта. Рога и копыта. Ну а для чего тогда живешь, а он дальше, 666, с кем это, кто это, я не знаю, потому что сегодня подделать могут это. Ну а то, что сейчас он делает, там потеряемся, но это действительно только так, рога и копыта остались. Иное объяснение. Семя Божие есть Христос, Который, обитая в верующих, соделывает их сынами Божьими. Так в семени Авраама, которая есть Христос, благословлятся все народы. Иначе семенем называют... Нет, не иначе семенем называется. Иначе. То есть по-другому еще другое толкование. Иначе. Иначе. Семенем называют первое поколение родоначальника, отличающегося добродетелями. Родоначальник своими добродетелями как бы орошает свое племя. И чем сам приобрел славу, тем и своим преемникам дает возможность быть в славе. Особенно если они соблюдут достоинство предка своего, не омраченными, ибо они доставляют славу не всякому без разбора. Почему иудеи, хотя и напрасно, говорили Христу, мы семя Авраамова, Иван Гретьянов 8.33. Так сегодня мы начало положили какое-то, положили, пожалуйста, вот такую деревню создайте, при таких условиях, общину такую. Мы положили начало, подражайте, а не бунтуйте. 1 Иоанна 5.18. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Не грешит. А впереди считали, не может грешить. Блажен Феофилак. Наставив нас тому, какой грех к смерти и какой не к смерти, затем обозначает, кто может грешить к смерти, и говорит, усыновленный Богом никогда не может болеть грехом ни к смерти, ни не к смерти. Ибо однажды, предав самого себя Христу, обитающему в нем через усыновление, он остается неприкосновенным для греха. Однако, чтобы кто-нибудь не подумал, что природа его притворяется и становится уже неуловимой для греха, прибавляет. Храните себя. То есть, если не будете хранить и беречь себя от лукавого, то без сомнения согрешите. Причина вот какая, как Серафим Саровский говорит, когда Бог отступал от меня, я говорю, согрешал. Итак, Он не по природе достигает безгрешности, но по великому дару Божию. Бог, усыновив нас, удостоил нас такой благодати, что мы, сохраняя и соблюдая поданный нам от Него дар, можем и не грешить. В противном случае, так как мир под миром разумеет тех, которые не поставили себя в отношении к Богу, в положении сынов через право дела, возле лежит, ничто не воспрепятствовало бы нам пристать к погибающим, потому что мысль человека от юности, его усердно прилежит на зло. Бытие 8.21 Как Бог показал это при потопе. Но как пришел Сын Божий и дал нам разум к познанию Его, истинного Бога, и пребыванию в Нем, истинном Сыне Его, Иисусе Христе, то через этот великий дар мы познали, что Он есть истинный Бог и жизнь вечная. И познав, пребываем неискушенными от лукавого и соблазнов Его. Так как апостол писал настоящее послание к совершенным верующим, то некоторые спрашивали, для чего Он заповедует им хранить Себя от идолов. Апостол писал это всей церкви, которая не вся наполнена была людьми избранными, а между ними иные были и с неправым расположением. Таким и дает Он заповедь эту, опасаясь за их слабость. Блаженный Фифилак опустил здесь следующий седьмой стих. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии три – Суть Едина». Причина этого, конечно, то, что у него был под руками такой текст Нового Завета, в котором нет этого стиха. Между тем, стих этот есть во многих других списках Нового Завета. Употреблялся святыми отцами и писателями церковными. Необходимо требуется состав речи апостольской. Короче говоря, этот стих, несомненно, подлинный. Митрополит Макарий, что-то про догмат-богословие. Православное догматическое богословие. Том 1, страница 235-241, Санкт-Петербург, 1850 год. Николай Зиновьев. Даже по написанному, напечатанному рукой Романа Малыша, она прочитать не может. Это говорит о Марине Сергеевой. Мозги забиты не тем у нее и Романа. Эх, Игнат Тихонович, был бы у вас дар прозорливости, сразу бы раскусили этих бесноватых. Как жаль, что Роман не рядом. Я бы растолковал, что к чему. Нужно настаивать на его депортации в Украину. Там его дети, сын и дочь, растут без отца. А он зацикливался на коде 666 и плоской земле. Я вначале подумал, что он спасаться приехал в Потеряевку. Подвязаться на благо общины. А оказалось, он разрушать приехал. Господи, спаси его души грешные. Абсолютно правильно. Теперь дар прозорливости. Ну, что тут говорит-то? Откуда все знаем? Я спрашиваю, а у Златоуста был дар прозорливости? Поехал в командировку, лучшего оставил митрополита. Вернулся он, его не пускают, уже захватил власть север. Христос обладал даром пророчества? Ну, смешной вопрос даже был. А как же Иуду приблизил к себе? И мало того, поставил министром финансов. Весь ящик у него был. Вся касса. Вся коррупция. Как? Было с первого же дня, как только он приехал, стал молиться. Первая молитва. Я сразу ему сказал, у тебя все это неладно. Другой голос из тебя слышится. И батюшка это сказал, какую-то беду от него ждать надо. Больше не открыто. Когда я был там, он ни в чем не проявлял. Это сейчас, когда он вылез весь с рогами, с копытами. Но теперь-то уже легче разговаривает. Это никак. Ну, плоская земля, да и плоская. Мы сказали, ну, какая разница тебе. Ну, верь так, как Хаттабыч. Ну, а дальше-то стал другой. А, вы боитесь, Игнатия. Узду на вас надели, а я узду сбросил. Я даже это слышал раньше у него. Ну, мало ли еще человек по горячке. Но уже тогда видно было, глаза какие-то бешеные делаются. То есть, что угодно может сделать. И кинуть, и ударить, и... Ну, бешеные глаза, ненормальные. Я-то сразу тоже сказал, как это не видели. Видели, а больше Бог не дает. Мы считаем, мы святых неоднократно были приближены, а оказывались очень и очень эти домашние враги ваши, ну, и я и самый грешный. И что теперь? Александр Самедов Любовь с лукастом несовместима. Услышите из-за любви к вам, чтобы Господь открыл вам то, закрыто сейчас для вас. Анафема, анафема, анафема. О чем пока говорится непонятно. Впоследствии кивание головой свидетельствует, что она соглашается с Игнатием Тихоновичем. Но эти кивания, похоже, ложны, так как завершение общения не рассказалось сказанным или прочитанным. Пошла погибенным путем. Это все о Марине Сергеевой. Вернуться уже нелегко будет, если особенно затянет, пропитавшись ложью. Он, видимо, думал так на ней. Какой там брак, уж я не знаю, но когда женится здесь, то прописка, здесь легче принимать гражданство. Видимо, это все было уже продумано. А ее он тут, может быть, раньше знал, может, не знал. Это тоже неизвестно. Но Господь все вывел. Пожалуйста. Артем Артемов. Мир вам, Игнать Тихонович. Задумывались ли вы, почему в Святом Писании так часто описываются сцены встречи мужчин и женщин именно у колодцев, источников, которые всегда заканчиваются заключением брака этих людей? Например, Исаак и Ревека, Иаков и Рахиль, Моисей и Сефора. Даже Христо встречается с женщиной-самарянкой. Самарянка в некоторых толкованиях собирательный образ всего самаритянского народа. Какое ваше мнение на этот счет? Видишь, какие вопросы задают. Отвечай. Задал, а ты отвечай. Есть ли какие-нибудь мысли насчет связи, колодца, воды и любви между мужчиной и женщиной? Что Писание хочет нам этим донести? Не думаю, что это просто случайное совпадение. Очень интересно ваше мнение. Я им отвечаю на это. Игла. Другого места встречи тогда, в той стране, в любое время года и не было. Был общественный колодец, куда сходились ежедневно и, может быть, по несколько раз. В самое удобное для людей время. Вот что читаем у блаженного Филакта. Источник крещения, которым он облагодетельствовал наше естество, как бы некоторую самарянку. Сей источник крещения справедливо может быть назван источником Иакова, то есть запинателя. Ибо всем источнике всяк попирает дьявола. В нем и Господь разрушил голову дракона, который отдал в пищу людям эфиопским. Псалом 73, 14 стих. Ибо дракона всем не иной, кто увеселяется и питается, как люди омраченные и черные по душе, не имеющие участия в божественном свете. Самарянка есть и всякая душа, которая неразумно подчинилась пяти чувствам, потому приняла и ложное учение. Потом и потому. Потом приняла и ложное учение, как бы шестого прелюбодея. Но который Иисус благодетельствует или крещением, или источником слез. И слезу могут быть названы колоди землякова, то есть ума нашего, попирающего злобу. Воду сию пьет и сам разум, и дети его, помыслы, и скот его, неразумной части души, гнев и пожелания. Вот кто под скотом, как все объясняет. Ибо слезы служат освежением для ума, и для помыслов, и для прочих сил души. Кавычки закрыты. Дальше я отвечаю. Сегодня местом встречи может быть вокзал, аэропорт, интернет, учебные заведения, форумы, конгрессы, кинотеатр, храм, вагон, трибуны и тому подобное. У колодцев происходили иногда самые неприличные дела, как свидетельствует жития святых. Пошел за водой и впал в блуд. Вот и встреча с женщиной, вся любовь. Тогда водопровода не было, а магазинах воду не продавали. Ничего сакрального тут не видят святые, кроме иносказания, как считали выше. У нас на улице одна колонка с водой, и там редко кто бывает, и знакомств нет никаких. Ну все, только знакомство может быть какое, приедет водоканал дальше. Вот этот Оливер не знаю, еще немного, и я его буду выставлять уже, потому что он говорит, и совершенно непонятно что. Оливер, Игнать Тихонович, вы меня извините ради Бога, но Артуру Алехину я посоветовал бы не предлагать вам показывать мусор, который собирает сатана, закупоренный в контейнер смерти. Так, а что он показывает? Он как раз еще не показывает Артура, он на Артура что-то. И дальше... И не смотреть их. Непонятно даже конкретно, и покажи, где он собирает мусор. Мне он вообще нравится, нормальный человек. Дальше. Еще хочу сказать, то, что при сатанинских танцах активизировался Виталий, как будто они все связаны между собой, а главное то, что они вовлекают больного человека. Совершенно непонятно, как Виталий, от какой Виталия? Он имеет в виду Калиников? А что Виталий? Виталий совершенно ничего не делает другого, как берет стихотворение, а дальше места, которые из наших роликов. Непонятно. Еще один раз будет, если непонятно, то и непонятно даже и для меня будет. Валентина Сартисон. Ольга Симоненко. Благодарю за информацию. Я этот вопрос ставил в гугле, но там я получил ответ обычный, что ставьте свечи, ставьте и как можно больше ставьте. Ставьте, они лежат, их поставить надо за деньги. Да, у Головина Иосипова прежде слышала об истинном назначении свечей. То есть закоптить икону, а потом платить деньги, чтобы все это... Я-то все это хорошо понимаю и согласно, но других в этом убедить невозможно. Они крепко убеждены в том, что без свечки и богослужения никак. И не успокоятся, пока не прилепят пару-тройку свечек. Вот в чем беда. Ну это мы узнали, что было, и теперь наши ресурсы посмотрим. Вот мой мир. Сюда я переношу все ролики, какие я ставлю. Наши сестры, это Анфиса сидит тут, какие они красивые все у нас. Потому что строго тут ты что-то говоришь или поешь, непонятно. Рот раскрытый. Это же занятие. Занятие. Что-то выступаешь тоже тут. Ну и вот наш форум православный. Сегодня какой-то зашел, столько там он накатал, пришлось убрать его. Хаус, там, там, это разное. Россия. Штат Невада. То есть где живет? Кения. Ну явное дело, что это или робот, или сатана залез. Пришлось его выкинуть. Дальше у нас это православный видеоканал открытым оком. Вот открытым надо с маленькой буквы было. Все правильно, но не сказал. Идут многоточие, поэтому ясное дело, что предложение-то начинается. Открытым оком. Я говорю, переделать невозможно. Тогда надо заново переделывать. Так и осталось. И вот тут сегодня я выставил 12 роликов. 12, да еще днем бывает поставлю сколько. Видишь, все, архипелаг ГУЛАГ закончился. 76. Недавно начал ставить, 76 дней уже прошло в ролике. Вот проповеди. Ну проповеди еще долго будут. Златооса это 1265 роликов. Добротолюбие там 180 или где. Вот сейчас уже сегодня вот поставил добротолюбие. Надо же можно посмотреть какое. сигнал. Добротолюбие уже 42-й. Вот. Ну и наш сайт во свете Библии православный библейский сайт. И главное это вопросы и ответы. Вот кто-то бы занялся тоже как вот Виталий, как Артур Алехин делать вопросами, заняться в виде роликов отдельно. Это никак бы не помешало. Все могут создать. Я верю. Вот что у меня здесь есть книги насчитанные. Ну можно это сделать как-то. Ответ вот такой никто не даст. Никто. Ну как так можете говорить? Ну так. К этим вопросам нужна жизнь. Точно такая же. Это нельзя. И биографию это составить как у Солженицына. Почему-то я знаю, что Солженицын это гений. Величайший из людей 20 века. А другие нападают предательств 200 там всякой мусор. Почему? Они дети тех палачей, которые его садили. Дети и внуки. Ну и вот теперь вопросы уже 11 пункт. Здесь 55 папок. Ну папка. Сейчас мы несколько вопросов озвучим, чтобы у нас набралось на полчаса время. Вопрос 2750-й. 12-й том открытым окон. Теперь стали писать, что Константин Эдуардович Циволковский был глубоко верующий человек и что его духовные труды, засекреченные раньше, нужно публиковать на пользу православным. Так ли это? Я за капитал в университете. Стою в это время и мне задают. По писанию и бац выскочил. Ну что ты будешь отвечать? Я не знаю даже. Не знаешь даже. Даже не знаешь КЭЭ. И стой Брежнев. О-о-о. Да это, говорит, кольца олимпийские там вот. Ну и зачем поставили тут? Так и здесь. Вот почему мне приходится иногда копаться и не в божественном. Потому что вопросы такие бывают. И говорит, а сколько же знать? Да Бог его знает. Сколько? Ну приходится все знать. Ответ. Дядя Костя был глубоко сумасшедший в вопросах веры и своих слов отменный. Вот ответ. Представь себе. А его так почитают. Это космонавтика. Это главный он. Улица Саолковского. Там то другое. Он глухой был. Явно, что он был одержим бесами, которые и подсовывали ему бредовые идеи, о которых нет смысла говорить. Вот так. Оттуда православным, полезным. Вот такой ответ. Дальше. Он писал, что гениальный и физически здоровый человек должен оплодотворить около тысячи женщин и что через это люди придут к гармонии и совершенству. Каков космонавт? Вот, а каков космонавт, я говорю теперь. Он у космонавти. Каждый должен оплодотворить тысячу. Вот, что сделаешь, Соломон? Его работа неизвестны разумные силы. Прямо говорит о явлении ему 31 мая 1928 года этих сил, когда он на небе увидел написанное слово, расшифрованное им, как край, и сам же дал ответ, что после смерти конец мукам человеческим. Он смешал в кучу все, что отрывками прочитал, ибо очень плохо слышал, глухой был. Слепил из православия буддизмы эзотеритических сказок. Ну, вот это вот Славик этот, Чебаркульский, это вот точно такое же, что там смотрел про динозавров, и все эти романы, все это в Леботину хватает. Его исследовали, составлена была комиссия их епархии, ничего, обман, а там мать Валентина Апанасьевна раскрутку делает. 1 Тимофея 1 глава 6-7 стих. Некоторые уклонились в пустословие, желая быть с законаучителями, но неразумения ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вот учителя такие в интернете, много их. 2 Тимофея 3-7. Всегда учавшихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Вот и весь ответ академии кончает. Есть личности, не куклы и личинки, Слечить их можно с образом Творца, в них сердце и душа не самости начинка, они гореть привыкли, не фитильком мерцать. Знакомы ли вы с истиной большой, вошла ли к вам она под ваш покров, овцу потерянную пасырь наш нашел ли и стал ты истиной, не чей-то а Христов. Марионетки, куклы и мультяшки, какой угодно масти и размера, сознаться добровольно в этом чашке, но именно такие мы без веры. Залезла кукла, главная под куколь, а мурчиками, липовыми лоб украсив, отвергнув голос неба, колокола под купол, сумеем затащить, себе устроив праздник. Кто дергает веревочки и нитки, удвижущаяся ряса камеловок, кто свиты изобрел, но спрятал свитки, устроил в Доме Божием комки и давку. Свиты изобрел, а спрятал свитки. Экзамен сдать стремится на отлично, на меньшие немысли покуситься. Глагол у Духа превращает в личность, не в междуметье с презренную косичкой. Быть образом, необразиной псины, образовать по Библии суставы у души. Крест донести, Крест донести, он к каждому по силам, забрось традиции и предания аршин. Христа дружины с проповедью всюду, из них не сделать бал маскарад теней. На конференции наперло черепков посуды, а личности, быть может, ни одной и нет. Пройдет пройдоха, ветренник без веры, семинаристы, куча подхалимов, монашество влекло уверовавших в дебри, все заблуждения выбить бы пора библейским клином. 29.3.05. Ты хоть понимаешь, что считаешь-то? Ну, понимаю. Ты понимаешь, столько здесь вот этих сравнений. Еще вопросик вытянем отсюда. Вопрос 2112. Восьмой том открытым оком. Ни Осипов, ни Ткачок никто не может показать, что какой том, какой вопрос ему задавали. Ни у кого этого нет. Я знаю, ни у кого. Он сказал это все. Сказал, не знаю. А здесь каждый вопрос под номером и в какой книге где находится. Даже это и то оригинально. Ни у кого, говорю, ни у патриарха, ни у кого, ни раньше, ни позже, никогда не было. Нигде не встречал. В мире часто пользуются двойным стандартом. Своих приверженцев судить не буду. А вот противников, сделавших такое же, буду проклинать. В церкви это есть? Это мне вопрос. Бумажка поступила, а я за кафедрой стою в университете. А может, это по радио в это время вел. Я сразу же отвечал онлайн, по радио, три программы вел. Ответ. Читая в жития святых и встречая этот двойной стандарт, только мог плакать, что вот такие мы и есть. Беда в том, что писатели житей все это на полном серьезе выдают за святость. Даже если и убили кого-то, но только бы ради веры. Вроде бы ревность наша все спишет. Какой ответ? Да разве сегодня так они ответят там? Что думаешь, Осипа будет так отвечать? Второе царство 14.13 И сказала женщина, почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого. Вот так. Притча 20 глава 23 стих. Мерзость перед Господом не одинаковой гири. и неверные весы недобро. Вот пожалуйста, судите. Одинаково надо судить. Римлянам 14 глава 4 стих. Кто ты осуждающий чужого раба? Слава Иисусу Христу! Перед своим Господом стоит он или падает и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Восставлен. Восставлен. Два раза считал. Ты восставлен, а ты говоришь восстановлен. Да, да. восставлен. И здесь восстановить, а восставить. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Все. И если после всех безумств человек примет иночество, от него тут же вся пустыня благоухает, и такие льстивые дифирамбы волнуются до горизонта. Наш это здорово. неизбывающего полку монашествующих прибыло. Еще один монахи пошел. Сами-то неженатые прибыли ждать не приходится, а потому надо все время иметь внешнюю подпитку. Спасение только у нас. Переходите к нам. На этом сегодня вся старообрядческая монашеская проповедь и засохла. Теперь я в доказу и житя святых. Повторяю, это ни Осипов, ни Смирнов, ни Патриарх, ни никто, ни Алфеев митрополитный вот так отвечать не будет. Тут все в кавычки взято, скопировано. Афанасий Александрийский 18 января По старому стилю кавычки открыты. царь по внушению Евсевия отвечал им еще более резким посланием, угрожая им, если они не умолкнут извержением отца поступил же так благочестивый и добрый царь не для удовлетворения своего гнева и не потому, что он был расположен к корианству, но имея ревность хотя и не по-разному, о том, чтобы между церквами не было раздора. Кротким сердцем своим любя мир, царь искал мира там, где его совершенно быть и не может, ибо как иречищество может быть в мире с православием. Вот и все говорят, а вот вы так судите баптисты иречики, никакого мира нет нечестивому. Придумали сами новые дробятся дробятся все церковь, полторы тысячи церкви не было. Кавычки открыты. Степан Новый. Степан Новый, 28 ноября. Исполняя патриаршее повеление, один воин подстал лестницу и стал подниматься по ней к образу с намерением сбросить его. Иконы. Но случившись там благочестивые жены, распалившись ревностью по благочестию, выдернули из-под него лестницу и низверли ее на землю. Воин упал, разбился и умер. То есть это хорошие, это наши женщины, это наши православные, какие они молодец, все-таки угробили этого воина. А жены поспешно скрылись в церковь, где в то время находился патриарх, который стоял на святом месте как мир за запустение, заместившая святейшего Германа. То есть это видишь какая? Увидев патриарха, жены стали громко называть его разорителем святых догматов, наемником и волком, расхитившим овец, а не истинным пастырем стада Христова. Затем начали кидать в него камнями. Это женщины, это наши православные, какие они молодец, канонизировать их будут. Одного убили, и теперь патриарх прямо при всем народе. Как же они жили-то с мужьями? Ну, это они, конечно, никак. Патриарх, испугавшись, немедленно направился к царю и возвестил ему, какое бесчестье нанесли ему патриарху жены. Разгневанный царь послал воинов с обнаженными мечами, чтобы наказать женщин, нанесших патриарху бесчестие. Эти святые жены все были источены мечами за проявленную ими ревность по благочестию. Это не дерзость, а ревность по благочестию. Наступила тогда великая печаль для православных. Многие из них были заключены в темницу и содержались в вузах. Другие подверглись беспощадным мучениям и были убиваемы. А некоторые оставляли свои дома, села и имения и, скрываясь от рук мучителей, убегали в пустыню. И главное, кто это все спровоцировал-то? Вот и все так сейчас. Ой, да как вы к властям обращаетесь там, Роман? Так он начал против разрушать общину и прочее. Мы обязаны это сделать? Нет. Это двойной стандарт. Вот, пожалуйста. Ефрем Сирин 28 января Кавычки В те годы жил эретик Аполлинарий, ложно мудрствовавший о воплощении Господнем. Он находчив был в словах и искусен эллинской премудрости, вследствие чего сильно смущал Церковь Божия и многих увлек свою ересь. Этот релитик весь труд свой и все старания от самой юности своей до старости прилагал к тому, чтобы развращать православных и привлекать их в свое заблуждение. Он так называемый свидетель о борьбу с православной путем словесных состязаний. Эти его книги были положены на сохранение у одной женщины сожительницы его. сожитель сожитель Но он такой плохой плохой. Преподобный Ефрем узнав об этих книгах изобрел против еретической хитрости свою хитрость но она православная поэтому хорошая она. Еще более изумительную он пришел к той женщине тайно и весьма хвалил Аполлинария называл себя при этом учеником последнего то есть еретико хвалил и вот так проникся как бы желал научиться неизвестной ему мудрости он просил женщину дать ему на малое время Аполлинариевой книги которую она хранила чтобы из них списать вкратце наиболее замечательные места то есть все врет и врет напропалую женщина будучи уверена что это действительно ученик ее друга дала ему обе книги с условия чтобы он поскорее возвратил их и никому о них не говорил дальше представь он взял книги под мышку то ли в мешок и пошел святой Ефрем взяв книги отнес свою обитель и приготовив клей то есть это время идет клей приготовляет варит его все листы в них отгибая по одному склеивал пока наконец не склеил всех и так что книги стали как бы одним куском дерева или камнем причем ни одного листа нельзя было отделить от другого какой какой он мудрый Ефрем затем он отнес книги женщине она же взяв их и не посмотрев внутрь положила на своем месте случился потом спор православных с перетеком полинария со старившим уже не обладая уже прежней находчивостью спорах и имея слабую память по причине старости он хотел достигнуть победы над православными при помощи тех своих книг но взяв их он не мог их раскрыть так как листы были крепко склеены и окаменели он исполнился великого стыда и вышел с собора побежденным и посрамленным а затем скоро от скорби и великого стыда он лишился жизни с позором извернув свою окаянную душу такой Ефрем хороший пришел выпросил и подряд все врал и врал что всякая ложь от дьявола никто не спасился нет кавычки закрыты феодосия 29 мая кавычки открыты в константинополе были ворота называвшиеся медными они были построены еще во время великого константина и вели к царским палатам над этими воротами находился медный образ спасителей висевший здесь в продолжении четырехсот и даже более лет тот злоучестивый патриарх вознамерился снять и предать огню всечестной образ для чего и послал воинов с топорами на нечестивое дело когда начальник воинов тех саном с пофарий приставив к воротам лестницу начал подниматься по ней с топором в руках и уже готовился приступить к своему богопротивному делу его увидели некоторые благочестивые женщины случайно проходившие там увидали его также и инокини в числе которых была и преподобная феодосия разжегшись ревностью по иконе христовой и побуждаем и сею блаженную феодосию более всех их ревноважка об честных иконах и преисполненную божественным мужество и дерзновение инокини те побежали к лестнице и опрокинули ее на землю вместе с тем они низверли и воина того который упав с высоты весьма расшибся они же влачаев по земле били до тех пор пока он не умер это женщины инокини били его представь воина затем с поспешностью пошли к патриарху Анастасию и начали поносить нечесть его они укоряли его как волка хищника ердика и врага церкви христовой потом начали метать в него камнями Анастасии же преисполнившись стыда и опасаясь как бы не поднялся против него общенародный мятеж поспешил к царю и возвестил ему о нанесенном у женщины теме бесчестии возвестил также и об убиении сапфария при вратах медных царь преисполнившись гнева ярости тотчас же послав воинов своих с обнаженными мечами приказал им отомстить за бесчестие патриарха и смерть с пафария и посещены и посещены были те святые жены за ревность явленную ими по благочестию блаженную же Янукинию Феодосию как более благородную по происхождению своему и с большим дерзновением исповедовавшую благочестие и как виновницу всего происшедшего царь приказал взять и заключить в темницу нанося ежедневно по сто ударов так мучима была святая в продолжении семи дней святая преподобно мученица девица Феодосия священная невеста Христова предала свою честную душу в руки бессмертному жениху своего жениха своего и отошла в небесный черток его будучи увенчана двойным венцом и девства и мученичества и видят все и как пошла честная душа в руки бессмертного жениха то есть это все невидимое кавычки закрыты Кирилл Александрийский 9 июня кавычки открыты когда когда вопреки планам Феофила был избран в епископы столицы святой Иоанн Златоуст бывший до этого пресвитером Антиохи Феофил затаил против него злобу и сделался опорой противной Златоусту партии он принял деятельное участие в сложной интриге против Константинопольского святителя результатом которой было низложение последнего и двукратное изгнание из столицы это патриарх на него воюет это не кто-то на соборе в Дубне составленном врагами Златоуста с целью низложения его Феофил присутствовал в качестве председателя вообще отношения его к Златоусту были такого свойства что ложатся темным пятном на его имени но в остальном Феофил был довольно мудрым иерархом и сделал много полезного для Александрийской церкви все-таки Златоуста сверх все но он хороший наш патриарх мало того послал воинов искать братьев долгих и те по пустыне пошли и 10 тысяч монахов зарезали это по его приказанию а он хороший все-таки остальном тот был хорошим молился пел свечки ставил Авда 31 марта кавычки открыты святой священомученик Авда жил в царствовании императора Феодосия младшего и был епископом в Персии он разрушил храм огнепоклонников и за это был схвачен и приведен к царю царь сперва кротко велел ему восстановить разрушенный храм но когда он ответил что сделать этого не может то послал воинов разрушить все христианские храмы кто это спровоцировал после сего гонители стали преследовать христиан и не разбирая возраста различными способами стали предавать их смерти так сами напросились на это первым из них после разнообразных мучений был усечен мечом священномученик Авда а спустя 30 дней после сего были казнены смертью и другие святые мученики и между ними святой диакон Вениамин ему мучители вотнули спера под ноги пальцев куда ему мучители вотнули спера под ногти пальцев на руках и на ногах заостренные спицы и потом посадили его на кол отчего он и придал дух свой в руки господа ужасно и все это кто это сделал дальше пояс о том как обрели Ризу Богородицы 3 июля сказание о положении честной Ризы причисто Деву Богородицы во Влахернской церкви кавычки открытые услыхав о Ризе предчестой Богоматери услыхав да Галвин и Кандид преисполнились ужасом и несказанной радостью они со слезами обещались хранить доверенную им относительно Ризы тайну после всего они упрашивали эту ту женщину дозволить им пробыть при святой Ризе в той комнате в молитве всю ночь и женщина не запретила им всего она хранительница была и они допросились и ночью они остались стали молиться и вот тогда войдя внутрь комнаты они заметили ковчег стоявший на почетном месте в котором находилась святая Риза увидали также горевшие кругом него лампадки и ощутили сильное ароматное благоухание затем они начали усердно поклоняясь со слезами восслать Богу и Богородице горящие молитвы у них обоих была одна мысль дабы бесценное сокровище досталось царствующему граду как бы его воровать и после всего сговорившись они вымерли ковчег в ширину в длину и высоту и сохранили весь вид его в своей памяти а равна та же и то из какого он был сделан дерево позвали плотника и приказали ему сделать из старого дерева ковчег в точности такого вида и размера какой они ему указали после того как ковчег был сделан Гавин и Кандид купили для него злототканное покрывало и возвратились своей дорогой держа путь к той женщине снова когда они прибыли к дому женщины дальше то показали ей злототканное покрывало упрашивая женщину покрыть им ковчег честной ризы при чистой богоматери затем они снова начали просить женщину дозволить им как и в первый раз совершить всеночное с молитвой стояние при ковчеге представьте всеночная молитва будет стоять молятся кланяются но это наши православные им все простится получивши разрешение они пали перед ковчегом лицами на землю и омочили землю слезами усердно молясь при чистой деве богородицы дабы она не возбранила им прикоснуться к своему ковчегу с ризою с целью взять его с собой украсть чтобы она благословила своровать когда наступила уже полночь и все спали они со страхом взяли ковчег вынесли его из дома и спрятали в своей колеснице вместо же него они внесли в комнату тот ковчег который наподобие первого сделали они из старого дерева в Иерусалиме поставившие его на том же самом месте покрыли его златкотканым покрывалом и до рассвета оставались на молитве какие молитвенники все такие это многоходовая операция была у них с наступления дня они возблагодарили ту благочестивую женщину простились с нею и дав милостыню нищим отправились в путь возвращаясь к себе они шли поспешно с несказанной радостью с несказанной радостью дойдя до Константинополя они сначала никому не рассказали о принесенной Ризе Пресвятой Богородице желая у себя самих скрыть то бесценное сокровище устроивши затем в своем доме небольшую церковь во имя святых апостолов Петра и Марка поставили в ней не на открытом но в оттаенном месте тот ковчег со святой Ризой но когда они заметили что не могут утаить Ризы Богоматери по причине происходившей от нее чудес тогда отправились к императору Льву Великому и супруге его царице Верине и возвестили ему а равно так же и святейшему Константинопольскому патриарху Геннадию обо всем происшедшем Геннадий Геннадий узнал что своровали но ворованное надо вернуть нет это наша наша православная сии последние исполнившись несказанной радостью несказанной радостью отправились в дом Галвина и Кандида и в их церковь здесь открывший тот честный ковчег увидали в нем святую Ризу при чистой Божьей Матери не истлевшую в течении стольких лет и благовейно со страхом прикоснулись к ней любезно лобызая устами и сердцем сворованное лобызами лобызали и сердцем и устами так еще неизвестно Риза ли это была Веста вопрос в чем затем взяв ее оттуда понеслись со славой при всенародном торжестве в Лохернскую церковь при чистой Богородице и положили там украшенным золотом серебром золотом серебром и драгоценными каменями ковчеги после этого они постановили ежегодно праздновать положение Ризы во второй день месяца июля время деньги в детстве услыхал но читая Слово Божие подметил чтоб не делал спал сидел пахал все равно летим мы как комета время время невозвратно есть тайна из безвремени какого появилось и куда уйдет когда настанет вечность когда небо свитком свилось нам отпущена такая капля малость порошинка менее того миг прошел поменьше что осталось на себя на ближних на врагов сколько суеты успеть скорее опоздал проспал не поспешил солнце к западу и кровь уже не греет от сокровища остались лишь гроши не спеши при чтении Слова Божия молишься когда к Творцу Вселенной с вечностью соприкоснуться можно жертвуя конечно только тленным стрелки у часов то вверх то вниз машут безучастно вправо влево чем наполнены сосуды то есть жизнь что в основе у Адама с Евой деток нарожать и схоронить пищи наготовить уничтожить время разрушает и гранит на кого мы в суете похожи однодневки мотыльки снежинки капельки дождя и дым и пар мы родились праздновать поминки невелик от суеты навар только тот кто с Богом примирился для Христа и ближних жил в любви временном сумел распорядиться не возропщит на часы свои 17 9 03 игла все на этом сколько 53 минуты 53 минуты я благодарю Володя посчитал тут вот тут у нас один слушатель Надежда Васильевна вот сейчас давай голубков кошку запереть голубей выпускать